Приветствую, друзья! Что если я скажу, что преследование участников голой вечеринки, организованной Настей Явлеевой, это хороший сигнал? Кажется, что же здесь может быть хорошего? Просто вечеринка, никто не пострадал, просто взрослые люди в нелепых одеждах или даже без одежды собрались вместе повеселиться и потанцевать. За что их преследовать? Причем не просто преследовать, но и заставлять публично на камеру приносить унизительные извинения. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Которые, к тому же, не спасают от преследований. Вот Киркуров несет околесицу про то, как он ошибся дверью, а его все равно снимают с афиш. Ксения Собчак извиняется, как перед Кадыровым не извинялась, и это не помогает. Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид. Я за это извиняюсь. Ивлеева аж два раза со слезами на глазах. И это не уберегает от иска какой-то там общественности и налоговых проверок. Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс. Ну чего же здесь хорошего? Сейчас объясню. 23-й год был очень тяжелым и физически, и морально. В 22-м году у многих было ощущение, что Путин не просто начал ужасную войну, но и совершил политическую ошибку, за которую скоро заплатят властью. И вот приходит 23-й год. И ничего не происходит. Российская экономика худо-бедно существует. Украинское наступление застоприлось. Внутренних протестов не наблюдается. Оппозиция внутри страны почти раздавлена. Расколом элит пока и не пахнет. Международное давление на Путина ослабевает. Санкции, если и действуют, то не смертельно. В западном лагере появляются панические нотки. Мол, Путин опять всех переиграл, и надо сдаваться. Мы проиграли. Давайте просто признаем. Ничего себе. Прямо вот так уже можно ставить точку? Так ли это? Надо ли впадать в уныние? Нет. И здесь мы переходим к пресловутой вечеринке. Как вы понимаете, спонтанно такой наезд возникнуть не может. Просто так, без команды, свыше. Мизулин, Милонов, Соловьев, движение 40-40, прокуратура, налоговая. Ни на кого согласованно наезжать не будут. Не говоря уже о том, что даже Песков достаточно быстро почуял, что к чему, и от своих друзей-артистов отполз. Когда увидел, я когда увидел это, я просто обещал тебе. Очевидно, что это организованная компания, которая инициирована и дирижирована с самого политического верха. Но зачем? Кому в реальности помешали не особо молодые и излишне безвкусно одетые люди? Ну, собрались, ну, повеселились. Сколько уже таких вечеринок было? В чем проблема? Ответ прост. Это отвлечение внимания. От чего? От реальных проблем у путинского режима. Вот мы только что обсуждали, что в 23-м году режим выстоял. Экономика не развалилась, и война не проиграна. Но это взгляд через оптику ожидания немедленного падения режима. А что будет, если посмотреть не через призму завышенных ожиданий, а более объективно? Выигрывает ли Путин? Крепок ли он? Давайте это оценим в ретроспективе с 24 февраля 2022 года. Существует достаточно консенсусное мнение, что Путин начал войну для укрепления своей власти и поднятия своей легитимности. Получилось ли это у него? Как это проверить? Нормальное социсследование провести невозможно. За некоторые ответы уже можно лет на 8 уехать в лагерь. Но в принципе все и так понятно, без запросов. Легитимный и популярный лидер не проводит так вот свои выборы. Допущенные кандидаты – исключительно возрастные политики третьего уровня. Харитонов, Слуцкий, прости господи, Дованков. Кто это вообще такой? О каком уровне уверенности в своих результатах можно говорить, если до выборов боятся допустить любого маломальски живого кандидата? Екатерина Донцова на момент выдвижения кандидатом не просто электоральный рейтинг ноль. Узнаваемость там же. Снимают с выборов. Ну не Харитонов же об этом попросил. Похоже ли это на уверенность? Скорее это похоже на страх и понимание шаткости собственной власти. Или вот история с Пригожиным. Вот до 24 февраля 2022 года ни у кого из нас и мысли не было, что возможно какое-то публичное проявление недовольства со стороны путинских соучастников. А тут прямо вооруженный мятеж, поход на Москву, война с Минобороны. И выясняется, что возможностей для подавления мятежа у Путина нет. И даже возможностей для институционального наказания мятежников тоже нет. Все, что он может, это договариваться с мятежником по понятиям. А потом их кинуть и общественно опасным способом убить. Да и то непонятно, насколько решение принимает Путин, а насколько уже патрушил. Вагнеровский мятеж и расправа над Пригожиным это не показатель силы, успеха или уверенности в себе. Это не достижение Путина, это его провал. Провал, который не привел к немедленным проблемам, но который еще скажется на устойчивости режима. Вот давайте посмотрим на остальные требования. Переиграл ли Путин НАТО? Перед началом войны его требованием было НАТО в границах 1997 года. Что сейчас происходит с НАТО? До начала войны Россия ограничилась с пятью странами НАТО. Литвой, Латвией, Эстонией, Польшей и Норвегией. Общая протяженность этой границы – 1100 километров. 4 апреля 2023 года Финляндия, прежде не стремившаяся в НАТО, стала членом Альянса. До начала войны только треть финнов поддерживали вступление в НАТО. После начала – более 80%. Протяженность границы с Финляндией – более 1300 километров. Таким образом, граница с НАТО выросла более чем вдвое. На пороге вступления в Альянс стоит Швеция. А Украина переходит на стандарты и вооружения НАТО. И пусть пока перспективы вступления в Альянс не просматриваются, но соглашение Украины с НАТО о гарантиях безопасности – весьма вероятное будущее. До 24 февраля 2022 года часть международного влияния путинского режима строилась на понимание того, что его армия вторая в мире по силе после США. Сейчас путинская армия, безусловно, выросла в части боевого опыта, но вот по силе больше 100 тысяч погибших солдат. В первую очередь опытные и профессиональные. Причем в войне со страной в четыре раза меньше и по населению. Значимый ущерб тактической авиации и бронетехнике, сильно поредевшей в Черноморский флот, эвакуированный из Севастополя в Новороссийск. По плану должны были взять Киев за три дня. По факту гордятся тем, что удалось не допустить прорыва в ходе украинского наступления. Сейчас кремлевская прислуга заблажит. Мы же не с Украиной воюем, а с США и НАТО. Ага. Только они об этом не знают. Они отгрузили Украине оружие меньше, чем в Афган. Пять процентов своего годового военного бюджета потратили. Ну или может даже четыре. И то в рамках программы списания старых образцов. Ну а что? Не их война. Чистая благотворительность. Представьте себе, 24 февраля 2022 года Путин начинает войну и делает объявление. Мы планируем военную кампанию, в рамках которой обязуемся через два года не допустить прорыва наших позиций в ходе украинского контрнаступления. Кто-нибудь посчитал бы это успехом? Тот же. Или вот граница. Вы же понимаете, что у России нет больше границ, и это совсем нехорошо. Есть общепризнанные в соответствии с мировым правом границы. Есть прописанные в Конституции, включающие аннексированные территории. А есть то, что реально контролируется. И все эти три варианта не совпадают. Вообще, формально, с точки зрения путинских законов, страна не контролирует часть территории, которая в Конституции записана как суверенная. Потеря суверенитета – это достижение? Может быть, это победа? Конечно же, нет. Но, может быть, взамен получен какой-нибудь другой суверенитет? Например, экономический – тоже ж нет. Как была до войны доля нефтегазовых доходов в бюджете, такое остается сегодня. Только продавать стали не на Запад, а больше на Восток. Но сайт Госдумы на китайском языке для удобства будущих владельцев страны – это вряд ли суверенитет. Ну, или вряд ли достижение. Да и от Запада зависимость никуда не исчезла. Ушли западные автоконцерны, и продажи машин упали с 3 миллионов до 700 тысяч в год. А средняя цена выросла в полтора раза. Отморозили уши на зло маме. Путинские два последних года – это история неудач. Военные, политические, экономические, электоральные и другие победы – это выглядит только по сравнению с крушением режима, который, конечно, многие ждали и хотели. Да, режим не рухнул. Оказался крепче, чем ожидали. Во многом, кстати, из-за наследства тех самых либералов, которых так гнобит пропаганда. Но говорить, что Путин победил, что надежды на изменения провалились, было бы, мягко говоря, неверно. Наоборот. В 2023 году российская демократическая оппозиция сумела наладить координацию и общий диалог, чего не было, наверное, с начала 2000-х, а может быть, вообще никогда. Мы учимся работать вместе в коалиции, мы решаем проблемы тех россиян, от которых отказался режим. Мы вместо кремлян налаживаем диалог с Западом, мы пересобрали заново за пределами путинского контроля свободные медиа, которые несут правду десяткам миллионов россиян. Это успех. А еще в 2023 году путинский режим получил самый сильный удар за все время своего существования. Пригожинский мятеж – это, если говорить в боксерской терминологии, нокдаун. Удар, после которого боксер на какое-то время теряет контроль, но все же остается на ногах. Никому не приходит в голову говорить про пропустившего нокдаун боксера, что он победил, потому что устоял на ногах. В практике бокса после одного нокдауна часто приходят второй и третий, вообще нокаут. 2023 год был очень сложным. В первую очередь тем, что это был еще один год войны, от которой все устали. Войны, которая требует напряжения всех ресурсов и сильных эмоций. Мы все временами чувствуем опустошение, некоторые разочарования. В сегодняшнем мире привыкли проекты мерить днями, ну неделями, а тут почти два года войны. Мы много сделали, но справедливость еще не победила. Но мы не проиграли. А Путин и его шайка не выиграли. Я привык в тяжелой промышленности, где отработал немало, что чтобы добиться успеха, надо долбить в одну точку годами. Путин тоже не вечен. Его режим тоже измотан. Он работает на пределе и совершает много ошибок. А лучший показатель неустойчивости и неуверенности режима – это отчаянная борьба с глупыми вечеринками знаменитостей. Если режим готов для отвлечения внимания пожертвовать своими прикормленными шутами, то он не так уж и прочен. Счастливо вам! С праздниками! Прошедший год был непростым, но мы не проиграли и не проиграем, кроме тех, кто из-за слабых нервов сдастся до нашей победы. С наступающим вас! Помните, молодежь всегда побеждает. В нее надо просто верить. Продолжение следует...